Hasta la vista, baby! Потому что на некоторых прямо видно, что это сейчас отпиленный приклад, а на некоторых, что его отпилили давно. Тут несколько моделей по паспорту указано. Ишка, Иш-17, Иш-18. Конкретно эта модель ружья у нас Ишка. Я думаю, этот аппарат поинтереснее будет, чем обрез Брат-2 от Курсес. Сертификат у нас выглядит вот так вот. Вот. И здесь написано модель ВПО 938 под патроны действия калибра 1031. Вот печать, вятские поляны, списанное оружие, ружье охотничье, гладкоствольное, одноствольное. То есть это по типу как Мосинка, да, она тоже одноствольная. Но гладкоствол до этого выпускался только в виде двухстволки и не курковки. Здесь у нас курковка. Именно подобного плана, то есть курковочка была в Брате, да, в первой части. Но в первой части была двустволка. Здесь она одноствольная. Ну, одностволочка у нас имеется и в Терминаторе часть 2, когда он стреляет на мотоцикле вместе с этим Джоном Коннором. Итак, давайте начнем сначала с паспортом. Паспорт стандартная молотовская книжечка. Ну, в конце наверняка мы найдем Курочкину. Нет, Захарова на это. Вот Курочкина. Номера указаны. Марка указана ВПО 938. И самое главное, удивительное, я тут читал, ну, разумеется, диактива тут никакого не описано, как содержать, все такое разряжать. Но самая главная фишка, которая тут имеется, это то, что оружие изготовлено на базе изделия бывшего в эксплуатации для увеличения исторической ценности. Может иметь внешний вид с имитацией следов эксплуатации, потертости, забоины, коррозии и тому подобное, что не является браковочным признаком. Вот так они вот эти старческие моменты списали на историческую ценность. Да, конечно, в моментах забоин есть некая аутентичность, но такой вот игрой слов им удалось списать. Хорошо, давайте перейдем непосредственно к ружью. Значит, вот так оно выглядит, обрез. Смотрите, задок какой. Очень интересно. Вот видно, действительно, тут множество забоин. То есть, видно, что этот приклад был спилен достаточно давно. Уже лакокрасочное покрытие здесь снято. Имеется множество вот забоинок. Цевьё также не снимается, как и на Брате-2. Здесь оно подварено, и капли сварки видны. Дальше. За образец взят ружьё 52-го года. Вот клеймо. Вот оно. И некая маркировка 16 в кружочке. Это, наверное, 16-й калибр был, да? Ну, первое всегда, на что мы обращаем внимание, это на дополнительные маркировки современные, которые нанесли на заводе. Вот они. ВПО 938. Вятские поляны. Оружие 938. Сделано в России. Маркировка ВПО. Дополнительный номер. УТ-32-830. СО-17 год. ГИС светозвуковой 10-31. Имеются здесь рисунки, которые были на охотничью тематику, которые были нанесены на ружьё ещё в 52-м году. Здесь они до сих пор сохранились. Так, ружбаки эти я отбирал среди большого количества. Я видел весь этот объём. Около 50 ружей в коробке. Они, кстати говоря, само ружьё, сам обрез не имеет заводской упаковки. И упакован в простой вот такой вот плёнчатый, пузырчатый рукав. Правда, паспорт и сертификат, они достойно выглядят. Так, значит, ружьё и что указано в самом паспорте, оно неразборное. То есть, соответственно, разобрать его не представляется возможным. Оно и понятно. Ну, давайте покажу вам, что непосредственно идёт в комплекте. В комплекте идёт сам обрез. Кстати, вот здесь видны непосредственно родные номера. Это вот крючок открытия ружья. Дальше. В комплекте идёт паспорт, сертификат соответствия, сам обрез. И дополнительно ещё один картридж. То есть, один картридж находится непосредственно в ружье. Вот. Вот он. И второй на всех ружьях имеется на скобе прикреплен тросиком. Ну, я его снял, чтобы было посимпатичнее снимать. Значит, перейдём непосредственно к деактиву. Что внутри? Внутри имеется штифтик маленький, который не позволяет охотничий патрон засунуть в ружьё. В свою очередь на картридже имеется выборка две в количестве двух штук, которая позволит только этот картридж вставить. В этот картридж вставляется патрон калибра 10-31. Вот он. Собственно, всю стрельбу я уже провёл. И вам её покажу. Вот. Дальше. Несколько глубже идёт ещё один поперечный штифт. Вот. И первый близко. Я его могу прощупать мизинцем. И второй на выходе, который держит вот эту вот сужащую шайбу, втулку, так сказать. Вон, другую часть всё видно. И вот этот клепса, который снимает цевьё, она приварена намертво. Соответственно, дальше разборка у нас не произойдёт. Вот. Вот. Потом, после того, как вставили картридж, закрываем, взводим курок и нажимаем на спусковой крючок. Происходит выстрел. Вот такие вот агрегаты предоставил нам молот оружие. Я вам покажу на всю длину. Вот он. Очень приятно, что тираж у него ограничен. Соответственно, далеко не все коллекционеры смогут иметь этот обрез. В отличие от Брата 2, который, по-моему, он до сих пор ещё выпускается мелкими партиями. Ну, по крайней мере, найти его можно, да. Стоит он там в пределах 22 тысяч сейчас. А вот этот агрегат стоит 21 тысячу рублей. Вот. Ну, хорошо. Давайте теперь отправимся пострелять. Я вам покажу, как, что происходит. Поехали. Ну что, вот я и пришёл пострелять в лес с этого великолепного обреза. Да, действительно, момент такой, что это всё-таки одностволка, а не двустволка есть. Ну, то, чтобы два раза стрелять, а потом меньше, а потом перезаряжать нужно. Это да. Но, в отличие от обреза Брата 2, я пока не заметил каких-либо здесь проблем. Значит, что удобно. Нету вот этой вверху клепцы, а внизу педаль вот эту нажимаешь. Нажимаешь раз, открываешь. Достаёшь фальш-патрон, вставляешь туда ТТшный. Так же, как в Брате 2 нужно хлёстко вниз. Хлёстко его закрывать. Вот так вот. А иначе курок просто не на боевой злот не встанет. Вот. И всё, он заряжен. Ни один раз практически у меня не было отсечки. Смотрим. Стоять, шакалы! Стоять, шакалы! Красава! Ну, не правда ли? Хотелось бы теперь посмотреть, вытаскивается легко гильза с этого фальш-патрона, потому что, ну, в Брате 2, оно же тяжело это было. Теперь посмотрим, как здесь. Очень всё легко. Я взял специально вот надфилёчек. Ну, и, соответственно, какой-то гвоздь с собой нужно носить, либо вот такой вот пруток. Но проблема в Брате была то, что тут узко было. Здесь же такое же широкое отверстие, как и здесь. Поэтому просто любой предмет, даже какой-то карандаш или ручка, они засунутся и вытолкают спокойно на эту гильзу. Очень удобно. Очень удобно. Отличная коллекционная вещь, конечно. Приятно, что он не новый, а именно старый. Очень удобно стрелять. Очень удобно стрелять. Отличная фишка. Супер! Просто супер! По-моему, тут на камере что-то появилось. Нет, показалось. Стреляет потише, чем ТТ. Ну, разумеется, да, тут огромная расширительная камера, которая, в общем, само собой чуток глушит звук. И чувствуется, что весь звук уходит трубой вдаль. Он не остаётся возле меня. Мои уши практически не затрагивают. Это, наверное, хорошо. То есть направленное движение происходит звуком. Попробуем сделать теперь это в снег и посмотреть, как он разлетается. О! Какое оглушение было, да? Тупой, глухой звук. Ну, поменьше, чем от ТТ, конечно. Ну, там, короче, ясное дело. Часть энергии ещё уходит вот из-за этого сужения, которое здесь есть, да? Ну, у меня последний патрон остался. Давайте что-нибудь придумаем с ним сделать. Ну, вот я нашёл пивную бутылочку. Давайте попробую её. С ней что-то произойдёт от этого давления или нет? Смотрим. Нет, с ней абсолютно ничего не произошло. Целаться лёхонько. Ну и слава богу. Вот такая вот новинка вышла на рынок. Отрадно. Очень интересная вещь. Воспользуйтесь покупкой этого предмета, пока он есть. 50 штук около того. Причём многие из них реально убиты. Я бы их не стал даже брать в магазин. Поэтому стоит купить эту вещь. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте ставить колокольчики. Лайки, которые будут стимулировать меня на продукцию. Новые, более качественного видео. Просматривайте обязательно рекламу, чтобы можно было купить новое оборудование к съёмкам. С вами был я, Денис Давыдов. Пока!